Ева Польна – фантастическая женщина, которая выделяется на фоне других представителей шоу-бизнеса. Речь идёт не только о романтических песнях, но и ярком внешнем виде и чёткой жизненной позиции. Польну прославила участие в группе «Гости из будущего». Если музыкальная карьера у неё была более чем удачная, то личная жизнь как раз наоборот. А вот тем, кто постоянно критикует её лишние килограммы, Ева советует не лезть куда они следуют. Кто как выглядит – личное дело каждого. У певицы необычная фамилия Польна, и она и досталась от отца-поляка. До появления в качестве солистки в группе «Гости из будущего» Ева была участницей группы «А-2». Там она танцевала и пела. Потом было пять лет сольной карьеры в жанре рок-классика. Выступления проходили в питерских клубах. Но всё это не приносило ей широкой известности. В 1996 году её жизнь изменилась. Организатор новой группы «Гости из будущего» Юрий Усачёв искал солистку. Кандидатура Евы Польны сразу была одобрена. Отныне она не только пела в дуэте с Юрием, но и сама писала композиции и придумывала костюмы. Популярность пришла не сразу. Когда их песню «Время – песок» запустил на радио диджей групп, то о группе заговорили. Эта песня принесла группе «Гости из будущего» славу и признание. Потом были новые композиции, альбомы, гастроли. Однако в 2009 году Усачёв ушёл из группы, а Польна продолжила выступление одна. Согласно официальной версии, Юрий планировал заниматься электронной музыкой, а в группе чувствовал себя нереализованным. В любом случае участники группы остались в дружественных отношениях. Ева радует своих поклонников новыми песнями, клипами, гастролями. Каждый её концерт не похож на другой. А всё потому, что выступления не проходят по чёткому сценарию. Польна начинает общаться с залом, чтобы понять, что же сейчас хочет зритель. Однако не только необычные песни помогают певице поддерживать свою популярность, но и своеобразная манера создавать неповторимый образ. Чего только стоят её фантастические шляпки. В коллекции Евы их более 50. Ева не скрывала всё, что касается её музыкальной карьеры и проектов. А вот её личная жизнь была надёжно скрыта долгое время. Известно, что певица родила в 2005 году свою первую дочь Эвелин. Кто её настоящий отец, долгое время не было известно. Исполнительница упорно молчала и воспитывала дочь одна. Русскую смекалку никакими санкциями не возьмёшь. Какие-то проблемы с Apple? Плевать. Суровые ребята из Тюмени разработали шикарную альтернативу AirPods. Тюменские беспроводные наушники CGPods. А CGPods пишут комсомольская правда. Коммерсант. Вадим Боков гость в интервью известных блогеров. СМИ признают, CGPods лучшие наушники из всех недорогих и самые недорогие из лучших. Они обгоняют по объёму продаж гигантов вроде Sony, Huawei и Apple. Секрет успеха CGPods в философии реальной ценности. CGPods продаются по честной прямой цене от производителя за 5000 рублей. В четыре раза дешевле американских Apple AirPods. Хотя по качеству тюменцы не уступают яблокам. У CGPods микрофон тот же самый, что и у дорогих AirPods. У CGPods самый большой динамик в мире. Помогает этому двойное активное шумоподавление. Тюменские берушники прозвали их за отсутствие внешнего шума при прослушивании музыки. Благодаря антропометрически выверенной форме они не жмут в ушах и не давят. CGPods работают без розетки 24 часа. Это дольше, чем дорогие AirPods. У классических тюменских CGPods есть влагозащита. Наушники можно мыть и мыться в них. Кейс CGPods выдерживает 220 кило нагрузки. Заказывайте CGPods на официальном сайте. Ссылка и промокод на скидку 200 рублей в описании. Вся правда раскрылась, когда экс-участник группы «Чай вдвоём» Денис Клявер на всю страну признался, что Эвелина является его родной дочерью. Польно была рассержена на Дениса, на то, что тот раскрыл их общую тайну. После этого журналисты не давали прохода Еве и Эвелине, но никаких комментариев практически не получали от артистки. Эта история закончилась хорошо. Польно простила Клявера и разрешила общаться с дочерью. Что Денис делает с завидной регулярностью, активно участвуя в жизни дочери. Наверное, роман с женатым человеком, а ведь Клявер тогда не был свободен, не всегда имеет счастливый конец. Роман Евы и Дениса был стремительным и страстным, но закончился расставанием по обоюдному желанию. Клявер не захотел уходить из своей семьи, а Польно никогда бы не сделала аборт. В 2019 году с Эвелин случилась беда. Она попала в больницу с сильнейшим приступом бронхиальной астмы. Врачи были вынуждены её поместить в реанимацию. Оказалось, что девочка давно страдает этим серьёзным заболеванием и должна постоянно принимать специальные препараты. Так произошло, что Эвелин забыла это сделать. Сложно сказать, что сбила с толку 14-летнего подростка тогда, но это чуть не стоило ей жизни. Врачи стабилизировали её состояние. Девочка продолжает жить своей обычной жизнью. Через год после рождения Эвелины, Ева познакомилась с очаровательным мужчиной, которым серьёзно увлеклась. Тогда она подумала, что учла все свои ошибки в неудачных отношениях и теперь сможет стать счастливой женщиной с бизнесменом Сергеем Пельгуном. Сначала пара пожила какое-то время в гражданском браке, а потом расписалась, когда артистка ждала ребёнка. Дочка Амалия появилась на свет в 2007 году. Как оказалось, у каждого из них были свои представления о семье. Пельгун хотел, чтобы Польно стала домохозяйкой, заботливой женой и мамой. А Ева не собиралась ставить точку на своей музыкальной карьере. Она часто уезжала на гастроли, участвовала в шоу, съёмках клипов. Через три года отношений Сергей не выдержал и предложил развестись. Ева не устраивала скандалов, просто приняла это как должное. Каждый из них сумел сохранить хорошее отношение друг к другу ради общей дочери, но жил своей жизнью. Как-то Ева призналась в интервью, что вряд ли сможет прожить с одним мужчиной всю жизнь. Для неё важное чувство любви, страсть, новизна. Но любовь живёт только три года, а дальше привычка. Тем не менее, Польно благодарна отцам и её дочек, что когда-то были в жизни. Сейчас Ева проживает со своими родителями и сама воспитывает двух дочек. Она по-прежнему выступает с концертами, пишет фантастические песни и картины, появляется на телевидении. Она старается оберегать свою личную жизнь от наглых папарацци и журналистов. Некоторые эксперты предложили, что, возможно, личная жизнь певицы не складывается с мужчинами из-за её нетрадиционной ориентации. Об этом ходят слухи последние несколько лет. Однако Польно утверждает, что это только слухи. Она просто не любит, когда делятся на женское и мужское, выставляя какие-то рамки.